Насколько вам интересна вообще ситуация на Украине, насколько вы вообще... Нет, в Украине мы не говорим. В Украине не говорим? Хорошо. Тогда о политике мы вообще не говорим. Хорошо, тогда давайте поговорим, такой небольшой блиц-запрос, какие книги изменили вашу жизнь? Вот так. Что можете сказать о литературе? Какая литература вам интересна? Постапокалиптическая, наверное, больше. Мне нравится, когда люди фантазируют на предмет собственного самоуничтожения или уничтожения какими-то там другими цивилизациями. То есть вот такие книги, наверное, меняют жизнь, потому что тебе уже не кажется, что все так гладко, как есть на самом деле. Понятно. Тогда вы обонюете в краткий список ваших любимых фильмов? Фильмов? Вообще сложный как-то сразу такой список, потому что я люблю смотреть кино, в принципе, и люблю все там от каких-то сверх заумных до совершенно трэшового какого-то там. Ну вот последний фильм, который мне из новых 15-го года понравился, в русском переводе он звучит как реальные упыри. Ну и как-то, если с иностранного переводить, что мы делаем в тени там условно. Короче, это вот про семей, ну как, про нескольких друзей-вампиров, которые как бы живут, и этот взгляд изнутри всей этой вот тусовки очень забавный. Ну, то есть и очень дорого сделано, и вот это из разряда вот этой Догмы 95 так называемого направления, где типа Реал Муви или как это называется, Рументарий или что-то название этому придумали. Ну, грубо говоря, псевдодокументалистика, условно. Я вот люблю такие вот фильмы, когда вроде бы люди снимают документальное кино, но тем не менее это совершенно абсолютное какое-то безумие и не имеет к реальности никакого отношения. Понятно, хорошо. Ваш любимый напитник? Вода. Ваша любимая блюда? Вода. Ваш любимый город? Что? Любимый город. Город? Ну, наверное, Москва. Я здесь живу, я здесь бываю чаще всего, и в принципе, мне здесь нравится. Хорошо, тогда такой вопрос. Сейчас он актуален больше для Европы, но и для России. Тема мигрантов. Вообще, как-то вас беспокоят мигранты? Вот сейчас в школах многие жалуют, много учеников из других стран, и они не хотят ассимилироваться. Вообще, эта тема вас интересует, беспокоит как-то тема мигрантов? А что я могу с этим сделать? От меня здесь ничего не зависит. Я песни пишу и вот исполняю их. Вот и весь такой вот. Вот мой вклад в атмосферу, так сказать. А кто, в общем-то, занимается условно деструктивными, если люди вещами занимаются, ну, это в принципе, если никто не против, ну, видишь, как бы люди наглеют и начинают, как бы, извиняюсь, совсем уж, как бы, какие-то выдавать такие перлы, что, собственно говоря, ну, циничные и совершенно античеловеческие. Вот. И если всех это устраивает, да мне-то чего вообще. Это, я не занимаюсь этим вопросом, этот вопрос не ко мне. И я никак, это не иммиграционная служба, понимаете. Я понял. А так, в принципе, ну, что, они убирают, ну, вот, во дворе вроде чисто. Лифт работает, не знаю, там, таксисты, вот, возят, как бы, пусть по навигатору, не знаю вообще совершенно, что они, куда они едут, но, тем не менее, довозят нормально за то же время, за которое ты обычно доезжаешь. Вот. Если, как бы, другие работать не хотят, ну, пускай работают иммигранты, в общем-то, я не против. Главное, чтобы работали, чтобы дело шло там, как бы, двигалось, чтобы хоть как-то что-то, не какие-то вот противоположные вещи происходили. Хорошо, тема нравственности. Вот, например, сейчас, недавно был, существовал такой журнал «Плин», и вот закрыли. Вы как-то интересуетесь этой темой? Как считаете, в нашей стране вообще нравственность, она упала, или все с ней в порядке? Ну, мне кажется, все вот эти интимные вещи, это дело каждого личное, и мне вот эти все журналы «Флирт» под щеткой моего лобового стекла каждое утро, в общем, совершенно неинтересно, и я не хочу, чтобы дети там видели все это, вот этих вот проституток там с накачанными сиськами. То есть, как бы, я считаю, что это вот лучше где-нибудь в другом месте, вот в Распутине, или еще где-то, вот пускай там в клубах, соответствующие, где там проститутки, или там танцор, что там, не знаю, полуобнаженные или обнаженные танцуют, ну, или там занимаются своими делами, там, пускай этим торгуют или рекламируют, там другие места с этим связанные, ну, тематические какие-то вещи, в общем, я думаю, что так, наверное, но это не должно быть, ну, не то, что не должно быть, это не должно быть везде, повсюду, вот это порно и так далее. Я считаю, что, наверное, в какой-то степени нужно ограничивать эту историю, потому что все-таки это личное пространство и, мне кажется, не стоит навязывать никому своих вот этих вот личных традиций или заморочек каких-то там сексуальных или еще каких-то. 9 сентября будет отмечаться День красоты. Ваш металлон красоты женщины. Какая она должна быть? Какая она должна быть? Она должна быть парадоксальной. Она и нежная, и агрессивная одновременно, и мамочка, и сучка, и не знаю, то есть это все что угодно. То есть в женщине должно сочетаться добро и зло и быть гармоничным. Если я это вижу, то для меня женщина идеальна. Хорошо, давайте закончим пару еще таких простых вопросов. Ваше любимое времяпрепровождение, копия, может быть, какое-то, чем вы занимаетесь свободно от всех концертов? Пишу новые песни, записываю их в студии и получаю от этого массу удовольствия, поэтому, ну, а так, в общем, езжу куда-нибудь отдыхать и опять же пишу новые песни. То есть у меня процесс, он как бы бесконечно, непрерываемый, и я как-то не разделяю то, что я на сцене делаю и то, что я делаю в жизни. Как бы у меня нет других занятий. Как раз вот отдых затронули. Ваше любимое место подзыха и, может, стана? И отдыхать не думаю. И в России тоже люблю отдыхать. Есть классные места. В Крым вы поехали? Отдыхать? Ну, сейчас, наверное, вряд ли. А так, в принципе, бывал и отдыхал тоже. Не просто с поездками, с гастрольными, а так. Вот. И, в принципе, Украина всегда мне нравилась и нравится до сих пор. И у меня куча друзей. И вот у меня музыканты с Украины играют вот в группе. До сих пор с украинскими паспортами ходят условно. Ну, то есть, у меня совершенно никакого, никакой ненависти. Я вот не понимаю вот этой всей истории. Вот она мне просто не... Ну, как бы мне понятно, но я не понимаю, почему люди на это ведутся и вот как-то так все вот закручивается. Понятно. Один вопрос по поводу вообще доллара и ситуации в России. Вам интересна эта экономика? И думаете, как прогноз ваш есть? Какой-нибудь? Хорошо будет или плохо? Как дальше жить? Одна и Кабарзова. Ну, не знаю. Надо выбор делать какой-то людям уже. Определяться со своей некой... Ну, если всем все равно, то это тоже выбор. Собственно, как бы каждый выбирает для себя свой собственный путь и я не хочу никому ничего навязывать или кому-то что-то там объяснять, как жить надо. Я ответил на два главных вопроса. Кто виноват и что делать? Вот. И, в принципе, ответы, они... Если человек понимает это, то... Ну, в общем, кто виноват, виноват ты и что делать? Просто делать. Вот. Если люди это понимают, то они это понимают. Если не понимают, то зачем мне вообще им что-то навязывать? То есть, как бы, это его личный путь и я просто сыграю плохую службу ему, в принципе, потому что у всех разный... Ладно, ну, это как бы подробности и это все никому не интересно, на самом деле. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо.